Друзья мои, я всех приветствую на своем канале. Сегодня снова из магазина Uniqlo. Я решила сделать обзор платьев из Uniqlo и решила назвать свое видео 6 идеальных платьев из Uniqlo на летах. 6 я взяла? 1, 2, 3, 4. Да, 6. Я, по-моему, некоторые... Нет, я ни одно из них еще не примеряла. Я примеряла некоторые платья в Uniqlo. Вы уже видели в каком-то из моих прошлых влогов. Они не все новые. Вот это платье не было в тот раз. Это тоже, это тоже новое. Это было, но я его не примеряла. Это тоже было, но я его не примеряла. И вот это вот тоже из новых платьев. Они из разных расцветок. Но давайте все по порядку. Я покажу вам себя сначала. И вы понимаете, у нас опять похолодало. Я опять сапога. Конечно, примерять летнее платье в сапогах это то еще, в общем... Ох, тут еще фэшн, но... Но что делать? Я же не дизайнер и не стилист. Я просто... Вот представляете, что вы пришли в магазин с вашей подружкой. На вас пальто, зимние сапоги. А вы хотите примерять платье на лето. Вот так вот это все и происходит у меня. Давайте я вам себя покажу. Значит, пальто вот это. Вы его знаете. Мое любимое пальто, которое подходит абсолютно ко всему. Так, сегодня на мне такая белая юбка в синюю полоску. Плессированная, очень старая. Но я на удивление еще в нее влезла. Синий с белым свитер. Винтажные брошечки, которые я вам, по-моему, еще не показывала. Вот одна дама мне написала, снимите немедленно этот ужасный винтаж. Ну вот не сняла, до сих пор ношу. Сережки не винтажные. Вот золотый подарок подруге. Очки не новые, а просто мне иногда хочется какой-то поменять цвет в очках. И те очки, которые я все время ношу, они черные. А я купила такие, знаете, не очень дорогие очки. Просто разноцветные, чтобы немножко так... Разбить черный цвет в очках. Ну вот, и сапоги, которые, конечно, мне совсем не в тему сегодня. Но давайте будем делать примерки. Так. Замечательно прекрасный синий сарафан. Сделанная из шитья. Состав потом посмотрю, взяну потом посмотрю. Боже, какой он красивый, девочки. Как он мне нравится. Они из разных цветов. Они есть, по-моему, белые и еще какие-то. Знаете, что я потом... Я в зале ничего не снимала. Но я сниму, наверное, выйду потом в магазин. Поставлю картинку. Какие еще есть цвета. Прекрасный сарафан на лето. С карманами. Значит, здесь валан тоже сделан с шитьем. И вверх сделан из шитья. Естественно, есть подкладка. Видите, здесь внизу просвечивается. А здесь нет, потому что здесь есть подкладка. Я примеряла что-то похожее в прошлый раз, но не такое. Были похожие сарафаны, но без шитья. Это очень красиво и очень мне нравится. Пальту мою мне мешает. Не все мешает. Мне не дают больше большого примерочного. Я просила, но мне сказали, что нельзя. Вот даже в первый раз. Короче, не дает мне больше большого примерочного. Это очень жалко. Там было так удобно, но что поделать. Вот такой вот красненький сарафанчик. Очень симпатичный. Очень мне нравится. Так, стоит он 70 долларов. Ну, что еще возмущаться. Такие сейчас цены проникло. Пора уже забыть о том, что когда-то можно выкупить за 50. Это 100% хлопок. Видите, вот здесь написано. И примеряла я размер медиум. И я вам хочу сказать, что он мне подходит по размеру. Чуть-чуть-чуть он мне маловат вот здесь в груди. Но я предпочитаю так, чем large. Мне кажется, вот здесь он бы у меня был большой. И вот на груди вот здесь вот под мышками бы болтался. И мне как-то это не очень нравится. Мне кажется, пусть он лучше немножко будет. Ну, так. Не то, что он мне прямо тесный-тесный, но так, ну, плотненько. Но у него и сзади резинка, поэтому, в принципе, неудобствует из комфорта. Вы не чувствуете особенного. И тоже, значит, прительки у него, видите, можно двигать, менять. Можно делать их длиннее, можно делать их короче. И у него есть карманы. Что замечательно и прекрасно. Второе платье похоже на этот сарафан, только не сарафан. Чем оно похоже? Тоже сзади резинка. Вдруг я стала думать, не примеряла ли я уже его. Что-то не помню. Может быть, знаете, у меня такой калейдоскоп из магазинов и примерок в голове, что я, честно говоря, могла и забыть. Это просто идеальное платье. Во-первых, идеально оно красивый квадратный вырез. Во-вторых, у него есть рукав. Вот, в отличие от этого сарафанчика, это не всегда, знаете, а вот с таким рукавом. И оно как бы и парашют, и с одной стороны, а с другой стороны, оно, в принципе, здесь, в общем-то, по фигуре. А отсюда оно вот отрезное и раскрешенная юбка. Но оно не выглядит как баба-начайник абсолютно. Она шикарная. Карманы. Очень мне нравится это платье. И я хочу сказать, что очень дальновидно, я вам потом покажу, сзади пришита такая тесемочка сзади, чтобы вот эти вот... Потому что, знаете, иногда вот при таком вот вырезе плечи могут падать. А здесь все предусмотрено. Тоже есть разные цвета. Этот мне нравится. Цвет, он такой оранжево-персиковый скорее. Очень красивое платье. Мне оно безумно нравится. И очень мне подходит. Вообще, я хочу сказать, что мне больше всего из всех магазинов платье, мне больше всего подходит Юникло. Вот любое платье Юникло, которое я примеряю, оно... Ну, почти любое. Я не буду так самонадеянно заявлять любое. Оно практически мне всегда, всегда хорошо. Я не помню, если честно, платье Юникло, которое бы я примерила, и оно бы мне не шло. Ну, у нас еще есть кое-что пометь, поэтому мы посмотрим. Вот такое оно длины. И что мне нравится, что вот талия отрезана, в принципе, живот находится там, где уже как бы раскрешенная юбка. Но талия не очень узкая. Это, в принципе, размер вне делом, чтобы вы понимали. Так, дети кричат. Ну, неважно. Сфокусируемся на вне. Красивое платье. Очень мне нравится. Прям очень. Состав в нем абсолютно великолепный. Значит, 53% льна, 24 хлопок и 23 района. Ну, просто потрясающий состав. То, что нужно. То есть, полностью лед, значит, оно не будет так сильно мяться, но при этом хлопок и район. Прекрасно. Размер медиум. Тоже оно стоит 70 долларов. Но вы знаете, что я вам скажу? Что для такого платья, для такого состава, в принципе, это не так уж и плохо. Учитывая, что у него, на него пошло много ткани. У него есть рукава, что очень ценно. А сзади оно тоже вот так вот сделано резинкой. Поэтому, поэтому это очень удобно. И вот эта вот завязочка, о которой я вам говорила, потому что вот эти вот плечи, они могут спадать. Опять же, я не хотела брать больше размера, потому что даже это мне вот здесь вот немножко слишком, чуть-чуть великовата. Поэтому мне медиум в самый раз. И вот эта вот веревочка, она предохраняет плечи от того, чтобы они спадали с плечами. Если вы ее завязали, оно у вас держится. Прекрасное платье. Тоже есть карманы. Вот такое вот. Ой, как мне оно нравится, девочки. Будем ловить на распродаже. Вот это я точно буду ловить. Потому что, знаете, с сарафанчиками такое дело, а вот это с рукавчиком с таким удобным супер. И состав великолепный. Просто великолепный. Зеленая платьица, сарафанчик, комбинашка. Размер ларч, наверное. Вот тут написано ларч, а на самом платье я не проверила. Что-то оно мне какое-то очень большое. Я специально взяла ларч, потому что я боялась, что оно мне вот здесь вот в пузе будет узкое. А оно мне широковатое. Хотя, может быть, если бы был бы медиум, он бы мне обтянул живот. Хотя вряд ли. У меня тут достаточно вполне еще места. А здесь-то прям вообще оно мне большое. Но у меня очень вороший цвет. Видите, как я... У меня все цвета. Синий, такой, потом вот такой, и вот такой зеленый. Ну, что вам сказать? Оно на пуговичках. Это вискоза или какая-то ткань. Я потом посмотрю, покажу, конечно же. Тоже они из разных цветов. Вы знаете, очень симпатичный сарафанчик. Свободненький, такой легкий. Такой, знаете, немножко в платье комбинация. Но, в принципе, он с цветочками. И очень красивая расцветка. Хорошая длина. Немножко мне великоват, но хоть и поменьше. Карманов в нем нету. Но я думаю, что он подешевле, потому что в нем нет ни льна, ни хлопка, а или района, или вискоза. Сейчас посмотрю. Но, в принципе, очень удобно то, что у него регулируются бретельки. Вот, потому что я его сразу надела, и он у меня так хоп, и по-сюда. А бретельки, видите, потому что регулируется, поэтому нужно потянуть. И даже то, что он мне вот такой вот великоватый, это кринт, в принципе, даже так как-то особо не видно, не бросается в глаза. Подпоясывать ничего не буду, потому что меня вот так ругают за мой пояс. Или попробовать подпоясать. Попробую. Ну вот, и с поясом тоже неплохо, даже лучше. Тем более, что оно мне великовато. А все критики могут тоже попробовать подпоясаться. Может быть, они будут лучше выглядеть с поясом. Попробуйте, девочки. Пояс решает очень много проблем, очень разных фигур. Ну, если, конечно, у вас есть талия, есть что подпоясывать. Если нет, то, конечно, не стоит. Вот так. Ну да, вот оно подешевле. Оно стоит 50, потому что состав в нем район. Вот 100% район. Видите, это размер large, и он нереально великоват. Удобно, что в бретельке регулируется длина. Это очень удобно. Пуговички такие вот по всей длине. И очень приятная ткань. Она такая тонкая и такая... Такая мягкая и такая нежная, что прекрасно будет на лето, мне кажется. Просто прекрасно. Сарафанчик чудесный. Расцветка красивая. Супер. Платье, которое выглядит как мгновенная футболка. Ну, этим оно и удобно, и приятно. Довольно высокая горловина такая для лета, мне кажется. Ну, в принципе, нормально. Вот именно как футболки. Но оно так скроено, что оно передает вашей фигуре любые формы. Такие, которые у вас есть. Вот эти вот интересные у него карманы. Карманы видите, куда вшиты? Не в бока, а вот здесь. То есть у него здесь встроен вот, вшит вот такой вот клин. Здесь сделаны карманы. И за счет этого оно не просто прямой мешок футболка, а именно вот эти вот клинья, они его скрешают. Сейчас я покажу вам в полный рост, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вы понимаете, что я имею в виду? Что за счет вот этих вот клинья, встроенных в бока, оно выглядит как... Как такое, в принципе, вот падает такими фалдами и падает, очень красиво драпируется. И мне за это вот нравится. У меня есть такое платье подобное, только без рукавов. Я его купила, по-моему, в прошлом или позав прошлом году. Я его с удовольствием ношу, потому что оно действительно это хлопок стопроцентный. И у него вырез немножко побольше. Здесь прям такой под горлышко, как футболка. Но оно так, знаете, красиво, симпатично выглядит на фигуре, потому что здесь оно как бы довольно так плотно. И потом вот такими вот фалдами расширяется в сторону. К сожалению, у меня очень узкая примешанная. Я не могу вам толком это все показать. Издали и красиво, но... А зеркала в коридоре здесь нету, поэтому мне некуда это жеветь. Вот так. Подпоясывать не буду, честное слово. Так, видите, оно тоже стоит 50 долларов. Это из более дешевых платьев, но при этом стопроцентный хлопок. И это тоже был размер медиум. И вот такое вот оно аккуратненько сделано. Видите, хорошая такая головинка. Вот, видите, в чем суть его? Вот эти клинии вшиты вот здесь в боках, в боковой шов, в карманы. И за счет этого оно как бы так вот имеет такую довольно красивую форму. Красивое платье, тоже есть разные цвета. Так, это платье, совершенно такой бабушкин халат. Наверное, подумаете вы. Я назову его чайное платье. Никогда ничего не буду ругать. Если честно, оно мне нравится. Я знаю, что есть люди, которые скажут, что это действительно бабушкин халат, но это за счет расцветки. В принципе, расцветка такая... Такой цветочек. Есть другие цвета, и, возможно, они выглядят... Невозможно, а точно совершенно... Они выглядят меньше, как бабушкин халат. За счет того, что оно черное. Понимаете? У нас какие-то ассоциации такие. Черная платьица в такой вот цветочек. А в принципе, у него довольно интересный крой. Я вам потом на вешалке покажу его. И они из других цветов, более красивых. Но я специально принесла черный. Кстати, есть однотонная черная. Потому что я хотела, чтобы у меня тут были все цвета. Они есть похожего вот такого цвета персикового и похожего вот такого цвета голубого. Но я как-то решила разбавить это дело. Значит, что хочу сказать. Что этот цвет, этот размер тоже ларч. И оно очень похоже вот на этот царафан. Единственное, что оно с рукавами. И оно мне, в принципе, лучше. Потому что вот этот мне великоват. А этот мне ларч в самый раз. Тоже у него нет карманов. Оно тоже из района. Оно тоже из недорогих относительно платьев. И оно удобно тем, что у него есть рукава. Оно так, в принципе, хорошо лежит на фигуре. Хорошая, удобная длина. Ну, а расцветка, девушки, на вкус и цвет, как говорится. Я бы, если бы себе покупала, я бы тоже не взяла такую расцветку. Я просто для примера принесла. И я вам покажу, какие есть еще расцветки. Наверное, вставлю фотку. Сбоку сниму. И покажу вам, что есть расцветки. Я просто хотела разнообразить, так скажем, мою примерку. Поэтому вот принесла такой цвет. Так, размер large. Стоит оно... О, 60 долларов. Смотрите, я думала, оно дешевле. Хм. Тоже стопроцентный район. Потому что вот это, стопроцентный район, стоит 50. А к этому пришили рукава и взяли еще 10 долларов сверху. Ну, ладно. Что я хотела вам сказать. Вот видите, как оно сделано? Оно здесь отрезное. И вот здесь вот оно собрано такое. И оно все, да. Так, внизу оно здесь не отрезано. То есть вот так вот оно отрезано под грудью и собрано от груди. Не совсем бабушкин халат. В принципе, имеет фасончик. Что у него сзади? А, сзади оно тоже интересное. Давайте смотреть. Видите, сзади оно тоже отрезное. И тоже немножко такие вот складочки фаудой. Вот так. Симпатичное платье. Удобное, легкое, приятное. Это же на ощупь мягенькое, хорошее платье. Так, это, наверное, ларчи. Оно мне великовато. Видите, подмышками. Но, в принципе, это синтетика. Ну, это вот синтетика из их вот этой серии. Эйризм, которую они используют для одежды, для спорта. Это не просто синтетика. Это синтетика, в которой, в принципе, можно ходить в джин, в спортзал. И там потеть, и не чувствовать себя плохо. Вот такое вот интересное платье. Тоже есть разные цвета. Я принесла вот такое вот молочное. Мне было интересно. Вы знаете, оно неплохо сидит. Может быть, мне надо было бы меньше размера. Но я боюсь, что меньше размер был бы мне маленький совсем груди. Потому что никакой резинки сзади у него нет. Хотя оно само за счет ткани своей, вот немножко, оно такое тягучее. Оно как резиновое такое, знаете. В моду снова вошли вот такие платья. Я хочу сказать, кто думает, что это старомодное платье. Я видела во всех, во всех, на всех показах, во всех магазинах, что сейчас снова вернулись вот такие вот платья из рукавов и вот такие расклешенные, как мы носили в начале 2000-х, по-моему. Или в начале 2010-х. Вот, в общем, что-то такое. Короче, оно такое, плешная юбка, широкая, карманы. И, знаете, базовое, красивое украшение надеть на него. Порисок. Не буду, не буду. И оно, в принципе, может даже сгодиться за вполне такое ничего себе платье. Особенно этот цвет. Они, в принципе, и серые, и черные, там еще какого-то цвета, я уже не помню. Потом посмотрю. Вот такое вот платьюшко, интересное. Смотрите, это размер large, он не великоват. Цена 50 долларов. Да, стопроцентный полиэстер. Но это полиэстер вот этот. Эризм. Тот, который они используют в своей спортивной одежде. И оно действительно вот такое вот, как, знаете, как будто спортивная, спортивная какая-то одежда. Вот такое вот качество. Вот такое вот оно клешное. Есть у него карманы. Сзади оно обыкновенное, просто со швом. И я вам хочу сказать, что это вообще интересно. Это, конечно, спорная вещь, да. Но мне кажется, что в нем не будет очень жарко. Потому что, опять же, повторюсь, вот эта технология, они используют для спортивных вещей. Для вещей, в которых вы летом будете там бегать, потеть, заниматься спортом. И вам не должно быть жарко в нем, в этой одежде. Но это под вопросом. Конечно, хотелось бы, может быть, на веб-сайте есть отзывы. Но оно новое появилось еще сейчас. В принципе, жары нету. Поэтому вот летом будет больше понятно. Ну что, дорогие девушки, вот такие у нас были примерки сегодня. Я надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Я в соседний примерочник. Кто-то зашел. Так пахнет потом. Ой, прям через стенку. Это ужас. Вообще, я хочу вам сказать, работа блогера, это просто, это... Мне нужно молоком платить, потому что это... Ой, я не могу. Что только вы тут не услышите имей. Вот вы когда, знаете, когда просто ходите по магазинам, проверяете вещи, вы не обращаете на это внимания. А когда вы снимаете, каждый бум двери, каждый... Кто-то кричит рядом, дети плачут. Вы понимаете, что на видео это будет звучать очень плохо и будет очень мешать просмотру. Поэтому это все вызывает раздражение и некоторый такой культурный шок. А уж про подку в соседней примерочной. Представляете, как надо, чтобы мне тут доходил. Ну, все-все, не буду про негатив. Мы на позитивчике. Вот такие платья у нас сегодня. Хорошенькие, симпатичные. Очень мне понравилось много чего. Особенно мне понравилось вот это. Вот это. И сарафанчик вот этот. Но вот это, если бы я покупала сейчас, я бы купила вот это платье. Оно просто идеально. Просто шикарно. Все, всех люблю, целую. Всем привет из Канады. С вами была ваша Дида. Пока-пока-пай.